Маленький, ну ладно, может хватит, сейчас поверишь, астрономка. Ты че, вилок нет? Да не сейчас, слюм. Обнимательно, я посмотрю. Я видел там большая коровка, в дистепиле лежала. Сейчас, дадим нам. Да ладно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Дмитрию. Добро пожаловать в Дмитрию. Добро пожаловать в Дмитрию. Добро пожаловать в Дмитрию. АЦY длиннее в диапазоне 10 градусов, от 0 до 10, для симметричного профиля я рисую, если не симметричный, отсюда пойдет, но не суть важна, если взять просто диапазон, в котором работает крыло, это не более 10 градусов, потому что после 10 градусов начинается 40 поток, аЦY подходит к единице, больше не получается. Хотя в отдельных случаях, мы говорили об этом, можно чуть-чуть больше выжить, если проверяем в Ортмановске, там хорошо продутые немецкие, или, если используется механизация, но не в планерном спорте, а на больших кораблях может быть щелевой закрылок и даже два закрылка щелевых, которые, да еще и предкрылок, Коэффициент можно поднять почти до двух, до 1,8, до 1,9, а коэффициент сопротивления для планиров вот такой, это мы говорим о крыле без конечного размаха, мы пока еще не трогали крыло, это не реальное количество, так вот, вот эта величина 0,0,1, это безразмерный коэффициент, для силы сопротивления, это C и X, а так оно практически не зависит, умноженное на 2 и на F, там же здесь сила, так вот, C и X, 1 сотая всего, для всех удобно, обтекаемых тел, типа профиль, веретено, и вот, что хотелось бы здесь, очень важное, если пожелать, вот эта формула, она верна для всех летательных аппаратов, ну, с крылом, вертолет здесь не при чем, хоть птичку взять, хоть планер, хоть боин, нагрузка на крыло у аппарата такая фиксированная, ну, там, у планика мы писали, да, ИЛ-13, П равняется 25 килограмм на метр квадратный, у какого-нибудь боинга 250-300 килограмм, ну, истребителя примерно столько же, ну, у букса там был 100, может быть, килограмм, 150, ну, то есть у каждого, у птички совсем не зерная нагрузка на крыло, поэтому она и крутится в середине потока, а мы вокруг ее, вот, если взять какой-то летательный аппарат, у него фиксированная нагрузка на крыло, и режим болеза мы задаем углом атаки, мы можем маленький угол атаки взять, тогда для этого баланса Q должно быть большое, мы можем взять большой угол атаки, ну, не больше 10, потому что дальше не получается, взять и ЦУ будет единица, ну, тогда Q будет минимально, мы расчеты делали, ну, модельные еще, как пример, и у нас получалось для планерка при этой нагрузке на крыло, минимальная скорость при цивилике равна единице, как мы помним, 72, но это и отличает примерно так, в технических данных, вот этого учебного планера, и здесь, да, мы еще говорили о том, что, когда в самом начале еще уравнение вернули, рассматривали, мы говорили о том, что есть статическое давление в движущемся потоке, и динамическое, так вот какое динамическое давление, но это динамическое давление, оно, его косвенно можно померить, статическое давление померить легко, можно на стену, чтобы вывести манометр, или просто манометр свободной потоки, он показывает давление какое-то, в технической системе, там, одну атмосферу, чтобы померить кул, нам надо было заторможить поток и взять давление на заторможенном потоке, оно больше, чем в движущемся потоке, и в сельфонную коробочку подать вот это заторможенное давление, а наружу сельфонной коробочкой подать статическое давление, и тогда, сельфонная коробочка, работающая как манометр, будет показывать нам скоростной напор, и его можно провакуировать при каких-то условиях, ну, провакуируем, но при этих условиях начальная точка стандартной атмосферы, ронольд, 15 градусов, сухой водой, и получается указатель скорости, так? Ну, на самом деле, когда мы начинаем в полете пользоваться этим указателем скорости, то, во-первых, меняется и температура, и высота, особенно меняется сельное давление по высоте, подъем на каждый километр давление падает примерно на 10%, и мы говорили о том, что вот этот метод измерения скорости имеет методическую погрешенность, связанную с методом, откуда слово методическое, с методом измерения, потому что на большой высоте истинная скорость, есть такой вариацией понятия, это скорость аппарата относительно воздуха, она будет всегда больше на высоте, но скоростной напор остается старым, потому что сюда входят РО и В, и это хорошо, хорошо, потому что аппарат держит крыло и скоростной напор, и если крыло, который сконструирован так, что он показывает скорость, привязанную к скоростному напору, пусть она занижена на высоте, но скоростной напор остается старым, и поэтому режимы по нашему прибору скорости сохранять как раз и хорошо, но предположим, мы хотим выйти на пресс-сопорной режим, вот максимальный угол атаки, если бы мы меряли каким-то способом, там, Доплеровским, GPS-кой, ну или еще чем-то, то на высоте, допустим, 2000, мы получили скорость, ну, какую-то, попытались по этому указателю сделать 72, и сразу свалить, потому что на высоте истинной скорости, на высоте двух километров, будет уже не 72, отвечать там, где-то 80 с чем-то, но прибор будет показывать 72, то есть, если мы по прибору 72 держим, но в любой высоте, при любой температуре, то мы остаемся в заданном режиме, ну или в выбранном режиме, и не сорвем машину, и это хорошо, или мы хотим какой-то другой режим, ну, допустим, режим, при котором реализуется максимальное качество, ну, это где-нибудь, вот здесь, точка, чуть позже об этом поговорим, она отвечает некоторому ЦУ, некоторому углу атаки, и этот угол атаки на любой высоте будет сохраняться, и, соответственно, мы хотим летать на максимальном качестве, хоть на тысячи метров, хоть на трех тысячах метров, хоть у самой земли, держим по прибору ту скорость, которая отвечает вот этому углу атаки, ну, предположим, на плане 85, и она всегда, хоть в Африке, хоть у нас, вот, поэтому вот этот недостаток прибор, в общем, он оказывается преимуществом, нам так удобнее, потому что далеко не всегда интересно знать истинную скорость, ну, то есть она нужна для штурманских расчетов, знать, когда ты прилетишь, с какой скоростью движешься, но тут надо знать ведь не только истинную, надо знать еще и как воздушная масса перемещается, то есть ветер и так далее, ну, тут нас выручают уже спутниковая навигация и сейчас, поэтому штурманские расчеты все делаются по спутниковой навигации, а пилотирование производится по прибору скорости, который стоит на борту и использует скоростной набор и соотношение длина. Вот. Еще мы говорили в тот раз с вами о том, что при входе в поток давайте я еще раз выполню профиль донесу и вот так, допустим, скорость на бесконечности, ветер скорости, а когда к нему добавляется вот здесь поток будет вот на такой уголочек, то практически на подходе к профилю, на подходе к профилю, а возмущение от профиля и вперед передается, то, ну, где-то у профиля будет обтекабель обтекабель в ограниченный слое, но общий поток становится вот таким, то есть угол атаки на только альфа увеличивается, если мы входим в, ну, будем вот называть потоком, в вертикальное движение раздушной раздушной массы, а поскольку по теореме Руховского подъемная сила расположена перпендикулярно все-таки скорости потока, не того, который далеко-далеко был, а который подошел к профилю, то это фактически означает наклон подъемной силы вперед, дает составляющую на направлении движения и планер начинает с одной стороны разгоняться, с другой стороны у него еще подъемная сила подрастает, ну, его планер, любой летательный аппарат. Вот этот эффект мы в ряде моментов еще будем использовывать, но сейчас вот я хотел бы что сказать, вот птичка летит, крылышко бяк, 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 бяк. Вы как думаете, а что, отталкиваетесь от воздуха? Нет, она использует вот этот сан-дефект, то есть она летит с определенной скоростью планирует, но когда она делает взмах энергичный, то это равноценно тому, что на крыло набегает вертикальный поток, это вызывает наклон подъемной силы и разгон ее, это у нее тяга обеспечивается. Когда машет крыльями, она себя обеспечивает тягой. Но правда обратное движение, ей надо как-то хитро сделать, чтобы угол атаки был почти нулевой. Этим никто не занимался, хорошо бы спотать, посмотреть, но так или иначе птичка летает, значит, вопрос? Да. Поможешь это очередь при увеличении угла атаки он через х растает? Нет, пока мы не дошли до срывного угла, он не взрастает, он постоянно. Ну, пока мы берем крыло безконечного размаха, и даже потом мы увидим и для крыла конечного размаха, не находиться вблизи срывного режима, а где-то здесь, то все это работает. А вот мы сейчас подойдем немножко и к срывному режиму, там будет немного другая картинка. Вот, но для птички вот такая штука. Мы крылышками не машем, в общем-то, а то, может быть, этим исследованием кто-нибудь занялся бы, потому что аргономка малых скоростей как-то в законе есть, мало кто занимается. Уже даже с контролем птички пытались, что сделали опыта, сделали статус. Ну, пытались, да, они только сделать, они почему-то не пытались, хотя, надо сказать, если во Франции зайти на ну, в общем, не важно куда, там, где скопление людей, там, студенты негра торгуют такими птичками с резиновым моторчиком, если ее завести, она летает, черт возьми, я не знаю, почему, она красиво раскрашена, вот, ну, летает, так что, в принципе, эти вещи, ну, а как летают другие, вот, как летают майские жук, по законам аэродинамики не должен летать, плаваться возникли, но, опять, никто не занимался, как летает, непонятно, или как муху, с полубочками, с полубочками, с полубочками, а там, чего он машет, видите, они как тряпочки, эти самые, ну, пленочка такая, так как же он этой пленочкой машет, и летит, да? Интересно, а на самом деле, знаете, черт, фишка, эта пленочка пронизана кончайшими капиллярами, и перед полетом туда загоняется давление, то есть, они заполнены, жидкостью, но гидравлика работает, чуть повышается давление, и пленка становится армированной, и жесткой, и он эти, прилетел, сбросил давление, и все это хозяйство убрал. Вот эти гидросинемы. Ну, ну, ладно, это все байки, нет, они на самом деле все так, я просто, чтобы вы не могу расслабиться. Вот, вот, а теперь поговорим вот о очень серьезной теме, о режимах полета, близких к срывным. Хорошо, когда мы летали на переходе, вот на этой скорости, на этой скорости, и вектор тяги нас сюда разгоняет, а сопротивление почти постоянно. Ну, кстати, еще одну, в аэргинамике принято рисовать кривую, вот так, с y, а так, с x. Ну, альфа будет параметром, и тогда кривая получится, единица, а здесь 0,1, вот так пойдем. И мы писали раньше, когда кусочек прямой дневного планирования рассматривали, вот этот витажный аппарат, вот это угол наклона глиссады, всего трясимый вес, сила сопротивления и подъемная сила. И писали много всяких соотношений c y, зеленая ц x обозначается качеством, оно же дает дальность планирования с единичными высотами, то есть l, деленная на h, оно же может давать, если мы скорость, вектор скорости разложим на горизонт или на вертикаль, как скорость, умноженная на косинус этого угла с большой точностью останется скоростью, как выделенный н выявлен. Вот этим индексом мы обозначаем в эрдинамике и в механике полета показания варианта собственное снижение вот так можно сказать. В принципе, это в устоявшемся полете его, конечно, и показывает варианта. И что еще? Это как единица на танк и так 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 вот вот эта кривая называется она мы сейчас ее нарисовали для крыла бесконечного размаха, у которого диапазон 10 градусов коэффициент цехс постоянен, а коэффициент цехс линейно растет. Ну, на подходе к единице правда загибается. И вот параметры почему полярные? Она в полярных полярной системе координат вот эта кривая. То есть если вот так вот касательно больше не получится. Это можно легко показать. Это тоже угол наклона. Ну, в данном случае, конечно, я и когда рисую масштаб здесь делаются растянутые, а здесь нет. Потому что если в сто раз уменьшить на масштаб, картинка просто не будет смотреться. Вот. И соответственно угол у меня получился большим, а реально мы говорили вот эти углы планирования где-то 2, 3, 4 градуса большой авиации 2, 40 у нас на Глиссаде градуса 3, 4. маленькие, очень вы все равно. Ну, а тут у меня раз в 30 получилось. Так вот, вот эта точка она является наивыгоднейшей, называется угол атаки наивыгоднейшей. А вот это критический угол атаки, при котором достигается максимальный ци, а потом он резко варится. Его даже не рисует, потому что непонятно, что происходит. Вернее, понятно, что там резко возрастает сопротивление, резко падает подъемная сила, но все эти резкости, они неустоявшиеся. Вот. это я сооттеру. Вот как бы вспомогательная тема, хотя мы потом еще немножко не вернемся. И ну пока останемся на крыле бесконечного размаха, ибо рассуждения и те же шапорные, они совершенно идентичны, ибо мы сейчас опираемся вот на эту формулу и вот на эти картинки. Так вот, начнем с того. Легким мы нарежили, не важно на кое высоте, вот этого максимального угла атаки. Предположим, инструктор вам показывает в зоне вот парашютирование ручки. Помните, мы говорили о том, что положение ручки управления однозначно связано с углом атаки. Ну и взяв ручку полностью как мы говорим до губа можно ну куда-то вот сюда за 10 градусов зайти. Планер начинает трясти, его параметры спортивные и аэкономические резко падают, называется парашютирование, он сыпется, но учебный планер, особенно с передней с реловидностью, еще остается управляемым. к тому же всегда на летательных аппаратах законцовки, ближе к краю крылах за концовком, угол атаки немножко конструктивно уменьшают, когда строят крыло. Почему? Для того, чтобы срыв потока начинался в центроплане, а там, где большие моменты могут возникать от срыва, еще крыло немножко работало и работали рулевые поверхности в виде лера. Поэтому ну, то есть крыло, оно выжимано? Это называется крутка крыла, механическая крутка крыла, да, оно немножко выжимано, законцовки всегда чуть ниже. Глани готовы? Глани готовы? Глани в первую очередь, потому что это учебная машина, она в первую очередь должна... Да так не увидишь, там, ну, все к полградцу. Или это проще? Ну, как-то делать, да, молчевых это, через неделю увидеть хотите? Вот, но, ты знаешь, наэластичность, вот, допустим, не отвечаю на твой вопрос, если лететь на лаке, кругло 20 метров, эластичность относительно, да? И вот, бывало, что идешь надолет, когда тебе не хватает, то есть, ерзаешь, оно не хватает, а когда есть небольшой избыток, говорят, а тебя прилет, и, ну, и уж давишь, оно придет, давишь, ну, куда это, стыдно приходить на 300, вот, там, идешь, за 200 уже, скорость, смотри, крылышки, он такой скорость, подъемной силы, его хватает, потому что, в квадрате, если кубра, поэтому, как раз, работа вот этих, вот этой крутки, она, прям, наглядно видна, да, конечно, качества при этом нет, но, если тебе нехуду надевать высоту, и все равно скорость, и штык, оно, и не жалко, после концовка, крыла, это не хорошо, вот, ну, и, значит, выполняем мы, паршютер, стоит дать ноги, спровоцировать, машину, что, чуть, на движение назад, крыла, оно начинает валиться, то крыло, которое начинает валиться, получает импульс снизу, при котором, в первую очередь, увеличивается угол атаки, он и так у нас был критический, он ушел вот сюда, подъемная сила рухнула, и это крыло, начало проваливаться, а то крыло, которое вверх пошло, ушло наоборот, чуть вперед, и вышло из-за критического угла атаки, у него появилось немножко подъем, подъемной силы, или немножко, разница на этом плече, очень большая, поэтому, разница усилий, от одного крыла, где есть подъемная сила, и другого, где нет подъемной силы, начинает крутить, вокруг оси, икс, да, вокруг продольной оси, а то крыло, опять же, которое провалилось, у него резко возросло сопротивление, а то, которое пошло вверх, у него сопротивление стало маленьким, вот этим. еще один момент, который вращает планер, ну, или самолет, вокруг оси Y, вот эти два вращения, момент очень сильный, потому что они разнесены, на большие расстояния, вот эти два вращения, складываясь, дают нам вот такую хитрую драекторию, которая называется штопром. При этом, что еще? Аппарат опускает нос. Почему? Потому что, во-первых, при этом вращении получается довольно интенсивное скольжение боковое, при котором фюзеляж уже не вертенообразное тело, хорошо обтекаемое, а приличную боковую поверхность вместе с мостовой имеет. и это является дополнительным сопротивлением, очень резкой добавкой к центру CX, поэтому качество резко падает, и траектория становится крутой. Ну, когда мы сидим в кабине, качество же у них там градусов 40-50, на самом деле, ну, градусов 30, да, будет, если развернуть эту спираль. скольжение, это очень резкая добавка. вы же знаете, когда, например, надо, идешь на глиссаде, на посадку, надо сбросить высоту. Вам показывали, наверное, как можно скольжение, одним движением сразу, ах, 50 метров, как будто не было. это очень важно оттенировать и использовать там. Мало ли, пощадку через препятствия заходишь, не дай бог, ветер перепутывает. С попутником, как иначе сяешься. Вот, но боковое скольжение это очень сильная добавка к цириксу. Поэтому вот это движение может продолжаться, авторотация крыла называется, когда сразу два движения и вокруг оси и вокруг оси X сложились вместе, до тех пор, пока рвочка взята на себя и пока вот эта разница в подъемной силе на одном крыле и на другом и разница в сопротивлениях на одном крыле и на другом присутствует, то он может крутиться до бесконечности. Но первой причиной все же таки вот этой крутки является выход на закритический угол атаки. Стоит отпустить немного ручку, выйти вот сюда, не важно, сюда, сюда, сюда. Как? Шапарной движение прекращается. Может по инерции еще продолжаться вращение, мы его обычно останавливаем на горке, ну все, вот какой интересный будет. Принято, что если выводить, то выводить, сразу раз, на ней обратно, ну как вкопанный, встал, ну или там промахнулся, брат, и два, и остановился. Но выход, вывод и штопор мы делаем все же таки ручками, а не выгодом. Повторяю, первая причина штопора, это выход на закритический угол атаки. И уход данная немного от себя ручка, выход на нормальный изменений участок вот этой зависимости, целью катакры, сразу останавливает. вращение. Ну, сразу, вы знаете, дело такое, на планке сразу, безусловно, но много случаев, касающихся других летательных аппаратов, вот с нагрузкой на крыло, не 25, а 200, 50, 300, там, если эту махину раскрутить, то момент инерции вращения настолько сильный, что остановить трудно, тем более, что в штопоре есть нехорошая штука, есть скольжение, и хвост не обтекается чисто, идеально, так как он работает в прямых дней на полете. он оттекается с сильным скольжением, с большим боковым, боковой составляющей, и рулевые поверхности, и руль высоты, и руль направления работают не в полную силу. Поэтому, если хорошо машину раскрутить, ну, планик так не раскрутится, его можно шапорить довольно, ну, сколько угодно, метков пока высота подворяет. А вот большие машины, если упустить момент, когда машина пошла, и она стала раскручиваться, остановить уже становится практически невозможно. Ну, и это говорит о том, что планилист, в принципе, будучи приучен к штопорам и выполняя их десятками, сам ли по принуждению инструктора или по требованиям инструкции, когда там какое-то упражнение надо ежемесячно штопорное выполнять, 15-е, чтобы покупать, 12-е. то есть для планилистов настолько естественно и обычно все эти движения и сама фигура, фактически она безопасная, ну, если не удовлетворять там что-то нехорошего. А на других, ну, вы знаете, донецкий случай, катушку уронили, они залезли на большую высоту, хоть пытаясь перелезть в грозовой фронт, обратно вернуться, сильно бы пожурили за перерасход горючего, полезли, а с высотой тяга двигателей падает и чтобы с у уменьшить и хватало тяги, они вышли на минимальную скорость и упустили в момент, когда машина пошла. Чуть пошла крыло. Лерона нельзя давать, это усугубляет. Ну, и нос стал опускаться, и нос только подниматься. Ну, и кранты. Речевой самописец сохранил, командир Кричин Зележа, тяни. Ну, надо отдавать, не тянуть. Они тянули до самой земли. Ну, когда уже раскрутили, там вряд ли можно вывести. Вот. И таких случаев, ну, немерено. Я все-таки приведули от случаев. Почему? Потому что в авиации принято учиться, так сказать, на чужих ошибках, на крайших. И когда какое-то происшествие, там, в аэрофлоте, или где происходит, досаде, то его принято разбирать на общем собрании, ну, и структурского состава обязательно, иногда и включая постоянный, чтобы наука эта шла впрок и этого не повторялось. Вот, например, такое. У нас в Гельце аэроклуб есть. Это филиал второго аэроклуба московского. Пришел кто-то как-то начальник с армией полковник. Ну, люда всю жизнь на 26 на грузовых. Видимо, не аэроклубский, потому как ну, и в аэрофлоте те ребята, что вот тушку роняют. То есть, за счет они сдают ежегодно и там про штопор бывают вопросы. Но одно дело сдавать за счет и так вот умозрительно чего-то на доске поговорят, а другое дело практически. Тем более подключаются психологические моменты. Ну, если машину наносу опускают, хочешь ее потянуть? Ну, нельзя вот здесь тянуть, а вот здесь ты можешь. Ну, в разумных подделах. Так вот, он полетел с курсантом, где-то, по-моему, на третьем развороте свалил в головниках штук. Ну, свалил, свалил, нос опустился, он, значит, ручку тянет на себя, хочет поднять, не хочется, земля близко. Вот, это вот такой сильный, вообще психологический момент. Близко земля, хочется из нее вытаскивать машину, а она нет, самая крутится. Ну, накидал обратно, ну, что, накидал, а ручка-то на себя где-то. Ну, он перешел с этого вращения в этот, ну, а там дальше уже и крутиться некуда, приехали. вот, это к тому, что, если не отдать ручку, так он будет продолжать шапарить, не в этом направлении, так в этом. Вот такие штуки. И, как ни странно, даже, у нас в ГАА частенько до кругу роняют самолет, отвлеклись, перетянули, нос опустил, начинают тянуть на себя, опустил. Ну, и России мы так уважили. Главное, с мотором было, полетел до Волочи, которому, в общем-то, ездили. А он в Вечково? Ну, да, в Вечково. Он летал на Бланниках, в Ахтубе, там, маленький клуб они создали, и он приехал в Мячиково, в Китайск устроиться, там, вот. Ну, и вставительную работу, полковник, дочь, питатель первого класса, военный. Ну, военные, это не гражданские испытатели, разница большая. Ну, говорил, да, полетать, отдавали. Дигна на взлете, отказывает, двигатель. Ну, оборвался проводок от катушки, непаянный, то есть он был не отжатый, а паянный, это ошибка, конечно, консуруторская, конечно. Ну, и что, движок обрезал, она на высоте, метров сто двадцать, больше. После первого разворота. И впереди кукуруза вот такая, песчаный грунт, садись вправо, влево, ну, куда хочешь. машина начинает разворота в сторону полосы, ну, первых на полосу уже отсюда и не попадаешь, потом там на глиссане два-три порта, в месяцах выходные там, где сотни самолетов и все разные. От Элки до Элки, правда, тут тоже была, ее угнали на второй круг, да, а он, я смотрю, в чем делают. Ну, вроде как, париж, что ли, собрался, начинает разворот и перетягивает ручку. Ну, на плане я говорю, перетянуть ручку две секунды. Скорость набора была девяносая, ну, что это, что это, чуть-чуть потянуло, и у нас 70-ше топорная. Машина в кувырк, но она перед этим дороже, у нас все, понимаем, дарнул ножку. Нет, она в кувырк, и когда она начала интенсивно вращаться, он, конечно, стал выводить ногой, а вот ручку не отпустил. Безумля, вот она, страшно. Ну, как пошел? А меня потом товарищ прокурор сильно журен года два. Вот. Это я вам к тому, что что да, давайте еще один случай расскажу, он, опять же, характерен. Суховский клуб, Родома, этот дародром сейчас, к сожалению, потеряли. Вот. Инструктор девочки в зоне говорит, ну, учит ее штопору, она на выводе, что она самостоятельно говорит, но теперь повторяем, она ручку от себя очень сильно отдавала. А что? А в этот момент, если сильно отдать, ведь он и так с углом градусов 30, там, 35, вращает, когда мы вывели из-за критического угла атаки, то планирует очень быстро разгоняться, потому что он смотрит вниз, с фиксов все упали, и он, как в невесомости, пошел гнать скорость. И если ручку сильно от себя отдавать, то он и уколом ставит. Ну, одно дело вытаскивать вот из такого положения, а другое дело вот из такого. Все-таки разная дуба, и для того, чтобы вытаскивать по дуге нужен испыток подъемной силы, то есть ручку все-таки тянуть, и ощущать перегрузку приходится. Но вот здесь довольно быстро процесс происходит, а здесь процесс происходит медленнее, или здесь надо сделать очень большую перегрузку, чтобы вытянуть и с вертикального пикировать, или плавно тянуть, но тогда в этой точке скорость будет запредельна. Вот, и полетела она сама в зону структоплан, чтобы она не делала пока. А она взяла и сделала. И вот с таким движением. В этой точке я скорость достигла флатерной. Ну, по звездочку консоль отлетает, кусочек консоль на спину, штопор, перевернутый. Трудно покидать планер в таком положении. Висишь роматом на ремнях, расстегнуться очень трудно. Вообще, она расстегнулась метрах на достану, этого уже не хватило. Вот. Так что, понимаете, какая штука. И, кстати, где-то в далекой перспективе, а можете, не очень далекой, вы будете летать на красивых кораблях. 20 метров размаха и 25, и 26. Вот. Они построже относятся к срыву. Во-первых, у них эксплуатационная перегрузка, крыло очень длинное, они ломаются легче, они в флатер входят раньше, и чувствовать надо, что машина пошла, и вовремя дать на вывод. В первую углу атаки естественно ногой остановить. упущено, то процесс останавливается, но если он виток открутит, то он как-то нехорошо. Тот же Нимус, ну и мы знаем во Фрации, да, историю и с Сашем Мартыном потом в прошлом году в Чехии. В таком положении, ну, Мартын в горах близко склон был, а у Васи Обухова просто там очень узкий коридор, из которого надо вытаскивать. То есть нельзя превысить перегрузку, чтобы не сломать крыло. И с другой стороны нельзя, надо все-таки достаточно интенсивно тянуть, чтобы не выйти на скорость разлома, на скорость флатера. вот что у них первым наступило трудность предсказать у крыльев затели. Тормозной парашют взяли тормозной парашют используя. Как, Тормозной парашют не ходит. И вообще ну все дело в том, что какое-то устройство в хвосте с дополнительным весом, которое надо потом компенсировать не знаю, свинцом или чем впереди, ну не делают этого, не делают. Хотя был один планер польский, Спартак назывался, они тогда решили попробовать вместо интерцептора как посадочное приспособление парашют. То есть идешь с большим качеством, тормозить нечего, кроме скольжения. Машина здоровая, там под 20 метров. Подводишь, скорость разгоняет на выравнивание, выпускаешь парашют, ну и как бы аэродрома должно хватить. Но потом у поляков парашют не открылся у одного, и он по препятствиям часа, ну, разбился. а мы закупили такой планер, но это было очень ломаном. Вот. Вы дали немножко, так делали, пойдете. Очень, и очень опасно. Ну, и вот, пожалуй, по штопору, я надеюсь, вы запомнили. Если вам будут говорить в клубе, а вот у нас инструкция, там какая-нибудь старая, действительно, водой из инструкции, какие-то военные полковники, которые инспекторами сидели, достались, там так, значит, в штопоре надо остановить вращение ногой, а потом отдавать ручку. первопричина штопора, все же таки, в угол атаки, а не нога. Я, как вам приводил в дельце, вращение можно остановить, перевести в другое, но пока ручку не отдашь, ты остаешься в штопоре. Поэтому, все же таки, надо делать это одновременно, чтобы красиво остановиться, без суперскольжений каких-то. и все же основой штопор, или выводой штопор является небольшая отдача ручки. Небольшая, совершенно не обязательно, даже до нейтральной на планике не надо давать. Но это зависит от аппарата. Там, на Мегаре, например, одно, на плане и другое, и, может быть, на каком-то третьем, то есть, в каком диапазоне отдавать ручку на выводе штопора. Этим занимаются испытатели, вам пишут, в руководстве пользователя, как в какой фигуре вести себя, ну, еще можно упомянуть такое понятие, как плоский штоп. Его трудно присоединить к какой-нибудь теории. знаете, тут пока... Ну, из наших аппаратов к этому вот клону Яр-52 в перевернутом полете. и что характерно для плоского штопора, когда мы в прямом штопоре находимся и вращаемся, то мы вращаемся вокруг центра тяжести. И вы не ощущаете особых перегрузок, ну, то есть, когда, конечно, вы по дуге выходите, тянете на себя там двоечка, два с половиной, ну, чтобы выйти из пикирования. А вот в плоском штопоре вращение идет вокруг кончика крыла, ну, как, не знаю, лепесток этот кленовый, что ли. И как это происходит? Во-первых, фюзеляж поднят, не в землю смотришь, как вращается. Вращение очень быстрое и вокруг кончик крыла. И при этом хвост заметает так сильно по окружности, что фактически рулей почти нет. Потому что чисто боковой обдуп при таком вращении на хвосте рули не работают, поэтому очень плохо или совсем не выходят из плоского штопора. А как попадает? Да че? У нас у нас планер, который склонен к этим ракуртациям, только один винтарь 2б. Мы их там штук 5 наверное купили, штук 3 разбили. На плоском штук. Прыг приходилось и поляр там прыгнуть. Вот. 1 2б в арбе стоит. Еще по-моему на Васильев. Вот. Ну, честно говоря, я пробовал этот пирог. Очень неприятно. Мы на рекорд полетели. Она на лаке, я на 2б. И вот в узком потоке очень. Лак очень хорошо стоит в потоке, он не шапарной вообще. это ленивый такой план. Ну и чтобы как-то подстроиться и на равных оставаться, я в крутой спирали в узкой чуть-чуть левую ножницу передал. Чуть-чуть. Как-то взял вот так раз и с левой ноги и с левой вращение поднял нос, ушел в правую плоскость штукора и начал вращаться. Я сначала не понял, что происходит, почему он вращается так быстро, я уже к стенке прижимаю к борту. Руля нету, никакого эффекта, ничего делать. Я думал, что что-то у меня отломилось, сломалось, ну потому что непонятное совершенно движение, вращение как в другую сторону. Ну офигенно происходит непонятное то что делать. Ну я даю думал, что летишь, выполняешь задание, работаешь посреди как учеб, думаю, ну что, вертушка, метров на 600 надо выходить из кабинета, потому что надо сейчас падать от вертушки, то тряпки на себя обмотает. Это военное я, мы режим вводили в линии своего пути, термознули работу военную, у них волоса, как посмотреть, ветерный горк вот там и тут такой цирк. Ну все, пора пришла, раз по замкам, клюв, клюв залился, а мы были все время до нынного, ну на 300 вышел, и уже не порывал. Я не понимаю, что происходит дальше, на полосу к этим сесть. Я не понимаю, полстраны все военные смотрят, мы идем действительно, как легкий однобор, по режиму ведем. Подхожу, а одна там стоит. Тут мощнейший термин. А я боюсь закрутить. Ну в 300 метров мне уже не было себя. Ну все что-то поковырялся, прогнал. Осмотри, ну сверху чисто. Соседи, снизу у тебя сворка открытая, ну и жип-жип колесо, все, сворка закрылась, звук противный пропал. Ну полетим, я уже не работал. Ну и некак, вот подходим к Киевскому морю, оно же здоровое, набрали на краю максимум, туда перелетели, 300 метров осталось. Ну фибрю на 300 метров мне опять вышивать. Лаг вот так, раз и уходит, а я уже не могу. И так. Не получилось у нас полета. Таких военных долетели, так, переносевали обратно. А он бы нас забрал. с нами с нами делал. Так, ну это байки все. Вот, мы поговорили, я могу по штукаму, да. И я бы хотел, чтобы вот это вы все запомнили, раз и навсегда, что, почему и как. и вот эти эффекты, которые происходят хорошо вот здесь и плохо вот здесь. ну и эти эффекты мы еще потом посмотрим. Ладно, давайте перейдем к, если я вас не сильно притомил, к крылу конечно размах. Пора уже немного на эту тему говорить. там время ведь сколько? 2 часа. Так. Вот был бесконечный крылой бесконечный а прорезали мы ему концы. как вы помните мы говорили о том, что по теореме Жуковского подъемную силу создает вихрь, который вот так вот направлен то есть на нижней поверхности он против течения, а на верхней он убыстряет и получается разность давления и повернуть. Также мы в скорбь тогда я упоминал что вихри бывают трех типов или замкнутые в кольцо или опирающиеся о стенки как допустим на реке один на дне а другой на разделе двухсред воздух вода и ровно крутится. Вот. Ну здесь вихрь стенок нет но можно посмотреть тут вот с нижней поверхности где давление больше будет перетекание на верхнюю да? и это перетекание сдаёт вихрь то есть спутный след который сбегает с кончиков крыла и тем самым получается что этот вихрь у нас здесь просто ломается загибается и уходит на бесконечность если ну вот умозрительно как бы странно воспринимается вроде должно оно так быть не должно оно так быть и в какой мере ну вы знаете мера довольно большая во-первых на создание вихря ты отсылешь для того чтобы в массу воздуха закрутить с этого конца и с этого конца все-таки воздух хоть и почти нелесомый да но килограмма в нем есть и вихрь это жгут ну чуть позже об этом вихрь образование такое очень высоко энергетическое и живет долго я вот такую подольскую руку там подольский ну я как инструктор сзади лечу меня тянет я двенадцатый с курсантов а у нас рядом аэродром Астафьев ну подольский аэродром уже этим летом прекратил существовать а Астафьев сейчас в полном ну это аэропорт вот и это было очень давно заходит откуда-то прилетело 12-й по-моему и наши схемы почти смыкаются его коробочка наша коробочка ну он немножко в нашу зону залез мы и надо некоторые занят что-то страшно я видел что он прошел и пошел в высаду и ушел посадка ну ушел ушел летим на буксере да веревка длинная тогда 50 метров была сейчас на 30 летим вот и я летим и вдруг я смотрю буксировщик начинает на бочку идти я аж это совершенно непонятно рука на замок сходу бум обратно ну чудеса и дальше проход к меня начинает причем я как гаденка зашкин раз вихрь пересекли оп обратно уже прошло я не знаю сколько минут пять а вихрь все стоял и мы в один из вихрей попали а вихрь большого самолета для маленького опасен и этот эффект имеет место будет он очень хорошо известен и даже в работах крупных когда нужна производитель труда то есть самолеты чтобы один за другим взлетали нифига им дают определенный интервал времени после того как ушел большой корабль следующий может взлетать ну там раньше 4-5 минут чтобы не попасть в спутный вихрь от предыдущего самолета иначе могут быть неприятности и такие неприятности бывали и когда там истребители с строями летали и с большими кораблями как-то вместе с строями попадали в спутную струю она довольно мощна и я нарисую немножко другой ракурс пятый будем считать феналяш так у нас хвост нужно открыть вот здесь люфревой швук он и вперед несколько мы говорили о том что на то звуке на нежимаемом воздухе возмущение передаются не только непосредственно над крылом под крылом но как бы впереди себя раздвигаются линии тока и если что-то вращается то тоже воздействует несколько вперед и вихри вот так устроены они значит вращаются как твердое тело а прилегающий к воздуху увлекается во вращение ну да конечно ну и здесь так же под крылом суммируются вот такие движения вертикальные уже не вверх направленные а вниз и в сумме они какую-то реперу дают ну она может быть такая или так другая но Жуковский когда считал какой формы в плане крыло должно быть чтобы это было ровное и минимальное потеря то у него получалось что крыло должно иметь форму эллипса но ее где-то на истребителях сначала и делать было начало там на заметку но в принципе мы близки к колесу к колесу потому что наши крылья все сужаются кончику но не столько из аэродномических соображений сколько из прочностных понятно чтобы нагрузки на стыковочных углах были не столь блики потому что здесь очень большие моменты ну и имеем мы вот здесь такие вещи это значит что если снова нарисовать профиль и поток на бесконечность где-то скорости на бесконечности то вот при таком движении под крылом наведенном или интуцированном есть такой термин вот был угол атаке а теперь у нас вот так добавилось в эту вверху то есть вот такая альта альфа маленькая она уменьшила угол атаку обрезали кончики крыла от бесконечного угол атаке уменьшат ну мы его можем восстановить дело в том что на бесконечности поток остался вот этот а под крылом опять к крылу подойдя он все вот таким ну это естественно вызывает наклон подъемной силы уже не вперед а назад это дает составляющую на ось x соответственно дополнительное сопротивление если раньше составляющая была направлена вперед как бы тягу давала разгоняла планера мы говорили на входе в поток восходящий у нас растет скорость а здесь как будто мы не садящий вошли скорость стала падать но угол атаки мы можем увеличивать дело в том что и стабилизатор в этом потоке находится поэтому запас по управляемости остался тот же самый поручен но но чтобы восстановить режим полета нам надо увеличивать угол и это дает все дополнительное сопротивление его можно по-разному ну ну физически что ли объяснить с одной стороны я уже говорил о том чтобы закрутить такие массы воздуха с двух концов создать мощные вихри нужна энергия ну у самолета она дополнительно берется двигателя а у планера она берется нам нам движет сила веса дополнительное сопротивление увеличилось то есть траектория стала круче потому что составляющая вот сюда она должна компенсировать теперь не только профильное сопротивление сопротивление трения а и те потери энергии которые возникли на создание вихрей ну или так можно вот еще здесь появилась составляющая вот сюда то есть крыло конечного размаха отбрасывает массу воздуха какую-то которую заметает само крыло и те массы которые взяты из окружающего пространства отбрасывает вниз ну как реактивная тяга для того чтобы ракета пошла она должна вытянуть вниз расход массы тогда возникает тяга ну вот так можно объяснять или как хотите но значит если у нас я уже это сотру тут все ясно по карте если у нас раньше был ц вот так это переобозначает ц профильная которая объяснялась всего лишь трением пограничном слое на крыле х добавим ц ц икс фидляжа если берем аппарат с хвостом пусть вместе их вместе обозначают ц ц то теперь добавляется индуктивное сопротивление. Его обозначают все индуктивные источники. Равняется оно, ну, так, х квадрат деленное на биллианта. Это вот индуктивное сопротивление, хорошо нарисовало. А лямбда, это вот, если мы берем крыло, это удлинение крыла. Вот хорда крыла это B, так ее обозначают, ну, а здесь размах крыла L. Так вот, удлинение крыла это размах деленный на хордул. Но если крыло не прямоугольное, то удобнее написать так. На B оба умножим, получится площадь крыла деленная на B квадрат. Вот это удлинение крыла. Из этой формулы видно, что индуктивное сопротивление растет с углом атаки. Затем, чем длиннее крыло, тем оно меньше. И если, вот почему у наших планировок длинные крылья, нам надо максимально уменьшить индуктивное сопротивление. Ну, а если качество у нас, вот, писали, это cy деленное на cx. И теперь вот это разделить на cy разделить на вот этот cx. Ну, и писать мне не охота эту большую льву, ну, ладно, давайте, там, cx0 плюс cy квадрат зеленая на cx. А, а тут вот cy. Вот такая супер формула. Если я буду продифференцировать процедуру, например, нулю, ну, это стандартная процедура, да, можно найти на максимум. И вот получается, само вот вывод вот этого составляющего оставим на совести аэродинамики, жуковского и прочего просто недостатка времени. Формула довольно простая, и я достаточно хорошо и легко запомню. А качество тогда получается вот в таком виде. И извлекаются при цели y, ну, выгоднейшем вот так. Как максимум, максимальное качество, это наивыгоднейший режим. Ну, для цели этого удобнее взять. Наивыгоднейший режим, наивыгоднейший углотатель. Будет вот в таком виде. Cx0 и в данном виде. Если говорить о наших планерах. Ну, то есть, вот и пи, есть пи, 3х14. Cx0 примерно, ну, там, где-то 0,02. Если всё это вынести отсюда, то мы можем для планеров написать, что максимальное качество, это... Ну, примерно, зависит от того, насколько чисто сделано так, 0,02 и прочее. Крыминал равен 8-9 умножить на корень грамот. Вот если удлинение крыла 25, корень из него пятёрка, да? Ну, 5,8-40, 3,9-45. Вот такие мы можем качества получать в зависимости от удлинения. Конечно, конструктора стремятся к удлинению как можно больше, чтобы получить максимальное качество получше. Но узкое и тонкое крыло трудно технологически изготовить. Во-первых, оно мнётся в полёте, крутится в полёте. И его крутка аэродинамическая уже, потому что на профиль в полёте действует... Ну, на элементе профиля не только подъёмная сила, но и распределённые давления на нижней и на верхней поверхности, на разных режимах. Они создают разные крутящие моменты, которые, суммируясь по размаху крыла, могут или загибать, или разгибать. То есть крыло начинает работать на разных углах атаки, разные его участки начинают работать на разных углах атаки. И далеко не тех, которые мы хотим задать положением ручья, что не очень удобно. Вот, так что требование жёсткости крыла. Добавляем выстигать больших углинений. Выстигает чисто конструктивное управление. Если кто-то говорит, что качество 60, ну, тогда надо посмотреть, какое у него углинение. Углинение 36, 6,8, 48. Ну, 36 углинений. Углинение 36. Вот. А если цикрик тоже посчитать, взять цикрик с ноль и корень из лян, то здесь будет примерно... 0,85, 0,9. Это если брать реальные углиения и реальные цикрик с ноль. Это значит, что мы на максимальное качество выходим на угли атаки. 8,5 или 9, где-то в этом диапазоне, градусов. А с ровной 10. То есть очень близко. Максимальное качество находится к цикриному углу атаки. И вот еще что. Если вот этот цикрик подставить вот сюда, то цикрик на наивыгоднейшем режиме равен 2 цикрик с ноль. То есть, когда мы летим на максимальном качестве, у нас индуктивное сопротивление равняется вредному сопротивлению. Вот это вредно называется сумма профильного фюзеляжа. Вы там все, все стульки, что у нас есть. Пришлось ли убираться? Ну, убирайтесь получше. Вот такие простенькие соотношения. Это чистая арифметика. Тут все легко, но мы это быстро пишем за недостатком времени. В принципе, это все легко выводится. Ну, кроме того, что вот это выводится немножко сложнее. Да, еще вот, что тут надо написать. Он мне присадил. Так, я это уже буду снять. Не надо выводить. Наверное, глаза помазорило давно? Долго? Вот это картинка. Там я ее постирал. Где CY. Вот так вот. Для крыла бесконечного размаха у нас получалось здесь 10 градусов. Здесь единица. И вот так оно выглядело. Как только крыло обрезали, нам пришлось, вот здесь мы видим, что нам пришлось для выхода на разные режимы, которые нам нужны. Особенно режимы вот такого порядка. Сильно увеличивать. Ну, тянуть ручку. Увеличивать другую атаку. Правда, если удлинения большие, то этот эффект не сильно сказывается. Значит, если взять угол наклона, вот этой прямой. Ну, обозначенный идет CY-2, да, прыгал-то. То для крыла бесконечного размаха она равняется 2 пи. Для наших крыльев чуть-чуть поменьше, поэтому и получалось точно 0,1 на градус. А если брать реальный или вообще там какой-то истребитель сверхруковой современный, ну, такого типа, да, у него крыло, так, фюзеляж, хвост. Ну, какое здесь удлинение? Вольфа, наверное. Так вот, CY-пальфа для обрезанных, хрыльевых, равняется 2 пи, равна деленное на, равна плюс 2. То есть, когда, ну, удлинение 25, ну, здесь потери небольшие, поэтому, ну, здесь как раз 0,1 и получается на градус. А вот если взять вот такой самолет, то у него получается, допустим, пусть удлинение двойка, да, 2 деленное на 4, здесь получается уже не 2 пи, а 1. То есть, характеристика идет вот так. Она, CY-пальфа не превысит единицы, но реальный угол атаки, который мы будем наблюдать со стороны, будет уже не 10 градусов, а 20. И характерно, что когда вот такого типа самолета боевые заходят на полосу, они вот так заходят, но под крылом у него 10 градусов, непосредственно под крылом. А задирать приходится, чтобы компенсировать вот этот скос. И Concorde или Ту-144, если помните, они так же заходили, у них очень маленькое треугольное крыло, очень маленькое удлинение, настолько, что летчику не видно нифига полосу. Катину приходилось специально делать автоматику, которая при посадке кабину опускала, чтобы было видно землю. Добирать надо на посадку. Вот такая штука. Ну вот это для самолетов всяких. В общем, на нас это мало сказывается. У нас остается здесь одна десятая цель на градус, или единица на десяти градусов. А вот, что касается таких летных параметров, в которых мы сильно заинтересованы, они довольно здорово залезут от удлинения крыла. Потому что из профиля выжато все, что только можно. И из фюзеляш и хвост, ну от них никуда не денешься. Все, что можно, тоже обрезали, сделали. И дальше получается вот такая штука. И соответственно качество непосредственно вот так зависит от удлинения правла. Всего лишь. Довольно простое соотношение. А уменьшится х, ну, нечего. Больше нечего. Ну, в плане расстроения примерно так не подошло. И, наверное, еще следовало бы, вот что. Длиннее, здесь еще. Мы, когда рисовали зависимость Y от CX, называли это полярами. То раньше... Ну, теперь это у нас парабола. Я не могу. Так что... Если здесь что-нибудь 0,02, наверное. Ну, примерно. Здесь опять же единицы. А здесь будут углы ТЭКа. И касательные к этой корабле. Будет угол наклона бесады задавать. А это срывная скорость. Угол атаки критический. И вот здесь мы получили порядка 9 градусов. 8,5-9 градусов. Дальше еще будет один режим наивыгоднейший. Мы о нем попозже поговорим. Ну, это уже будет, там, где-то 9,5 градусов. Совсем близко к критическому уровню. Ну, а это режимы малых углов атаки, на которых мы летаем на перехват. А вот на этих режимах, это режимы паренья. И они очень-очень близки к срывному режиму. Буквально 1,5 градусов. Поэтому работать надо ювелирно. Спираль. Спираль. Спираль посмотрим потом. Там тоже много форм. И картины. Время. Все. Заканчиваем. А поздно решить. Можете раньше езжать? Хотя бы много часа раньше езжать.